Адити Рао родилась 28 октября 1986 года. Адити талантливая и разносторонняя актриса, родом из Хадарабара, но ее знакомство не должно закончиться только этим. Что касается исполнительного искусства, то она является обученной классической танцовщицей, специализирующейся на Бхарата Натьям. В то время, как в отношении семейного происхождения она происходит от слияния двух различных семей голубых кровей юга. Акбара Хайдари, бывшего премьер-министра Хайдарабада, с одной стороны, и королевской семьи Ванапарти с другой. Ее семья также имела четко выраженное образование, и она сама также закончила университет, прежде чем попасть в кино. Амитаб Бачан родился 11 октября 1942 года в Алахабаде. Отец Бачана был известным хинди-поэтом. Бачан поступил в колледж Шервуд, а затем поступил в Деликий университет, чтобы получить степень бакалавра искусств. После окончания университета он стал торговцем грузовых автомобилей в Калькутте. Амитаб Бачан женат на Джае Бхадури и имеет одного сына по имени Абхишек и дочь по имени Швета. В 1969 году Бачан дебютировал в кино. В 1982 году на съемках фильма «Носильщик» во время исполнения одного из трюков Бачан получил тяжелую травму. Сильный удар об угол стола при съемке сцены закончился для него разрывом селезенки. В результате он несколько недель пролежал в коме. Это происшествие заставило создателей изменить сценарий фильма, в соответствии с которым герой Бачана должен был погибнуть. В измененной версии герой остался в живых. Сейчас Амитаб продолжает сниматься в фильмах. В 1984 году на волне популярности Амитаб Бачан баллотировался в парламент от родного города и выиграл выборы с большим отрывом, поддерживая давнего друга семьи Раджива Ганди. Он боролся за депутатское место от Аллахабада, победив со значительным перевесом 68% голосов. Однако после 1987 года ушел из политики и вернулся в кино. Впоследствии, когда его старый друг Амар Синг помог ему во время финансовых трудностей, Бачан вступил в его политическую партию и стал членом Раджия Сабха. Парнити Чопра родилась 22 октября 1988 года. Попала в киноиндустрию совершенно случайно. Она, начинающий инвестиционный банкир, который имеет тройную степень с отличием, присоединилась Болливуду в качестве консультанта по связям с общественностью, но не в качестве актера. Однако продюсеру Адити Чопре не потребовалось много времени, чтобы найти скрытый в ней талант, и он заключил контракт на три фильма с Парнити. Парнити Чопра родилась в Амбале, пинджапской семье, а актриса Парнити Чопра, ее двоюродная сестра. Али Фазаль – индийский актер, родившийся 15 октября 1986 года, Мумбаи. Он из мусульманской семьи. Он посещал школу Дум в Дехрадуне, где развил свою страсть театру. Он начал свою карьеру, работая в телевизионной рекламе и работая на телеэкране. Наряду с рекламой он также играл в театре имени Притхви Мумбаи. Раджкумар Хирани, знаменитый режиссер, когда присутствовал на одном из спектаклей Фазаля, решил предложить ему роль именно в его фильме, который является самым большим хитом под названием «Три идиота». Хема Малини родилась 16 октября 1948 года. Образ Хемы Малини – это девушка мечта Болливуда. После того, как Виндженти Мала покинула Болливуд, она предприняла шаги, чтобы достичь суперзвезды, благодаря своей элегантной внешности и актерскому мастерству. Но она начала сниматься в возрасте 15 лет в тамильском фильме. Но тамильский режиссер Шридхар отверг ее, так как она была очень худой. Но ее мать Джая Чакраварти, которая очень хотела, чтобы Хема получила свой прорыв в кино, отправила Хему к Раджу Капуру после отказа режиссера Шридхара. Ее дебютный фильм не очень хорошо прошел в прокате, но потом она обрела популярность. Более чем в 35 фильмах Хема снималась в паре с Хармендрой. Последние несколько лет Хема занялась продюсированием и режиссурой фильмов, основав компанию Хема Малини «Креатинс». Хема Малини замужем за актером Тхармендрой. У них две дочери Эша и Ахана. Рекка родилась 10 октября 1954 года в Мадрассе Талмелнат, лауреат национальной кинопремии Индии за лучшую женскую роль. И четырех Филфарм Эверс, не считая неоднократных номинаций и ряда других известных наград. Рекка дебютировала в кинофильме «На Телуху», когда ей было всего 12 лет. Она пошла по стопам родителей по просьбе матери, хотя до этого мечтала стать стюардессой. Подписав первые контракты, Рекка бросила школу, чтобы сконцентрироваться на актерской карьере и помогать семье финансово. Она была еще подростком, когда стала сниматься в нескольких фильмах параллельно. Из-за напряженного графика она ощущала себя лишенной детства. За свою карьеру Рекка снялась более чем в 180 фильмах. Вышла замуж Рекка в 1990 году за бизнесмена Мукеша Агарвала. Муж ее погиб. Но еще в конце 70-х у нее был длительный роман с Амитап Батчаном, который к тому времени был уже женат на другой актрисе Джаеб Хадури. Рекка знала, что он не оставит свою семью ради нее. Их отношения обсуждала вся страна, но влюбленных это не остановило. В 1982 году Амитап получил серьезную травму на съемках и несколько недель пролежал в коме. После выхода из комы он принял решение расстаться с ней и вернулся в семью. Актер Венот Мехра утверждал, что тоже был женат на Рекке и она бросила его ради Амитап Батчана. Сейчас Рекка живет в своем доме Мумбаи вместе с племянником Навидом и преданной подругой секретарем Фарзаной. Образ Равины Тандан – индийская киноактриса, известная тем, что не снималась в коммерческом кино, а затем перешла на серьезные роли, которые дали ей признание как серьезной актрисе. Она дебютировала как суперзвезда в фильме Мора, который должна была сделать Дивья Пкарти. Когда Дивья умерла, Равина была окончательным выбором для фильма. Она часто была в паре с Акшаем Кумаром и этот дуэт стал самой успешной парой в Болливуде. Она также сделала хитовую пару с Говиндой и сделала несколько блокбастеров с этим актером. Равина взяла творческий отпуск из фильмов и отвергла многие предложения. Подписывайтесь на канал Индомания. Вас ждет много видео об индийских актерах. Ссылка под этим видео. Приходите на форум Митхун Чакраборти. Много фото, новостей и фильмов с Митхуном. А также у нас есть огромная коллекция актеров Болливуда и Юга. Регистрация простая и бесплатная. Ссылка под этим видео. Подписывайтесь на канал Болливуд и вы будете в курсе всех новостей. А также узнаете все подробности личной жизни звезд. Канал посвящен жизни за кадром индийских актеров.